друзья всем доброе утро мы сегодня своим тандемом едем решили по городу поехать у нас есть час времени мы ехать должны в одну сторону полчаса и в другую еще и в магазин зайти нам нужны яйца я хочу блинчики испечь и молочко перед преску приблизились свернули мы в район божова если мы вчера ехали по району чесноковки то сейчас едем по району божова немного неплохого асфальта почему сюда свернули потому что машин меньше вот тут мы ехали ехали и увидели народное творчество не знаю кто это делаете из бутылок пальмы из бутылок цветы лошадка вот какая-то все смотрите из старых тазиков ну классно молодцы люди не унывают хорошая дорога у нас закончилась видите видим опять попылить что понравилось тебе ну а кто она давно начала у нее там стояло две фигурки потом добавляет каждый год что-то бариса говорит ох а это что за амбар очередной постмодернистский магазин а ты как думаю зачем дает разрешение у нас же перегруженность магазинами торговыми точками когда-то мне говорил архитектор города бондарев а вот здесь видите с левой стороны когда-то была школа а сейчас ну насколько я знаю там типа творчеством дети занимаются а зимой здесь играют в хоккей есть коробка не знаю как она себя чувствует сейчас же лето да еще ну творчеством вот видите вид открывается какой это мы выехали к опять к новосибирской опять же к новосибирской трассе е-мое нигде не объехать эти ямы да и едем в сторону тут есть такое селение называется укладочный или новогорский официально по-моему новогорский среди людей укладочный не знаю почему так разнятся названия сейчас мы пересечем по виадуку милосибирскую трассу вот видите у меня разболтался трос здесь вот его надо подтянуть пока я вам тут раз показывала лицами не обогнал уж какая быстро в лево уходи это район с паской так что не ехала ты же на кругу была здесь подъем в гору переключайся а Вот мы на Виадуке Внизу, видите Новогорске точно называется Не укладка Добийска 138 Это Почему туда Барнолу не пишут ничего Барнолу нет И поворачиваемся в эту сторону Вот с той стороны Там Новосибирск Почему нету? Потому что первый На Новогорске, а следующий уже Наверное там Барнолу будет Там поворота нет, это на Барнолу идет Прямо покажут Барнолу А это Мы сейчас туда прямо должны едем На Новогорске мы едем Мы вниз что-ли поедем? Лариша, ты меня не удивляй Это для низа же сделано Мы уже заехали на этот поворот Ну а сейчас мы куда? На Новогорске Ну я вот тут у тебя и спросила Прямо Да Ну ты меня не удивляй Ты скажи, куда мы сейчас Сказали, на Новогорске? Ой, ну надо же Мотными словами Я на укладку еду Я тут не знаю Это старое русло Лариса спросила Что за местность Мне говорю, старое русло Да, ходил А вот с левой стороны Виднеются дачи Ну, на эти дачи из Барнаула ездят Из Алтайска Отовсюду Это садоводство Называется Янтарное И я смотрю Его уже домами застраивают Ну, власть как бы Разрешила жить на дачах Я так понял Но только я Энтузиазма такого Что вот Раз и там все оформляют Может и делают Я не знаю Меня это не касается Брать не буду Вырис, ты прямо Ешь, ты прямо Шугаешь меня Близко Это наших славных Лучших дней Какой дом с тремя окнами Вау Вот они Кормилицы Поля наши Растет здесь картошка Ну и другие культуры Однако Вот она жизнь На двух континентах Жились поля Поля, которые засеяны Которые За которыми А это уже Вагоностроитель 2 Садоводство Юра мне уже Дает указание Чтоб я Положила камеру Потому как тут Дорога плохая И машины А это вот Садоводство Надежда Три садоводства Перед поселком Этим Новогорским Интересно Это поле Наверное Ничем не засеяно Поле Ничем не засеяно Отдыхаем Тяжело Тяжело Очень тяжело Без велосипедных Дорог Да еще Как где дорога Пыхая Там водители Несутся Не могут даже Скорость Немножко сбавить Куда торопятся Не пойму Так Юра У меня время Спрашивает Придется Отключаться Вау Смотрите Как несется Куда человек Спешит А я включилась Вам показать Березки Как островок Березовой рощи И все Поля закончились Очень жаль Если бы Было бы Больше полей Было бы Все подешевле Ну только Ухаживать же надо Никто За даром Не хочет Работать Правильно Человек Можно Ухаживать В царе Может быть Удобство Однако Не знаю Скажу вам честно Друзья Товарищи Фух Когда я села На велик В этом году У меня были Такие Неприятные Ощущения Знаете Когда ты Постоянно Чувствуешь Что у тебя Во рту Сахар Как будто Ты Выпил Сладкий Сладкий Чай И Не можешь Избавиться От этого Привкуса И Знаете Вчера Буквально Я заметила Что Я Избавилась От этого Не знаю Само ушло Не то что Мне этого Не хватает Просто Я перестала Ощущать И Мне стало Намного Комфортней И Конечно же Когда я села На велосипед В этом году Я вот так Чтобы по трассе Ехать с одной рукой Да еще Держать камеру Этого не было Я стала Лучше Чувствовать Велосипед Я конечно Хочу сказать Что я не похудела Но чувствую Что мне легче стало Я дольше могу Обходиться Без воды И У меня сильно Болели ступни И Надо сказать Мне стало Тоже Намного легче Так что У кого есть Возможность Девочки Мальчики Садитесь на велосипеды Неохота Лень Подниматься Вставать И ехать Но это надо Надо как дышать Как кушать Как все остальное Это большая необходимость Для жизни А у нас Конец нашей тренировки Сегодня мы выехали Не конец На час А середина только Ну я считаю Что уже все Конец Я люблю вот так Поехал с одной стороны Приехал с другой Но сегодня у нас Так не получится Мы поедем По тому же пути Тут совсем не поют Птицы Тут каркают Вороны Что за местность Или у них слет Как ты думаешь Так я тоже Попью водички На Передаю Камеру Я сегодня У Юры взяла очки Попросила На прокат Классно У Ларисы Открылось Второе дыхание Лупасит Еле успеваю За ней 27-28 Дорога настолько плохая была Что мне Даже оглянуться было Тяжело Потому что Если оглянуть Попаду в яму Ты в Новосибирск? Попаду в яму Попаду в яму Попаду в яму Смотрите Какой потенциал У этой женщины 31 км в час Немножко в горку Даже А вот на горизонте Виднеется Новоалтайск А? Селфи захотела Моя жена Туда Новосибирск Новоалтайск Биск А где Барнаул-то? Редактор субтитров А.Семкин Так, а вот здесь мы решили свернуть Сократить себе пути через речку 1-2-3-5 На Шизере нет Ну и я так же Здесь я когда-то зимой ходил С правой стороны речка Я еще подходил к рыбаку Может помните, кто смотрит Выйдет Компания Здесь раньше достаточно оживленная была дорога, не знаю, почему сейчас меньше стали ходить, вот сюда мы тоже купаться ходили, прямо из дома, все заросло. По-росло травой, по-росло травой, по-росло травой, место наших встреч. Помните такую песню, Вавиль? Там, где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клён, поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. О, слышали этот крик? Этот крик оттуда. Это крик твоей любви. Крик души. Поросло травой, место наших встреч. Чего ради? Так, я слезу, спешусь. У нас всё только начинается. Я спешусь. У нас всё впереди. Чик. Чирик. Сколько этому мосту лет, интересно. Мы здесь живем 26. Он вот в таком же виде был. Когда-то тебе Сергей из Кемерово предлагал взять лопатую почистить. Ну что же, Серёжа, настал твой черёд. Можешь взять веник и подмести. Да. Скажи, милая, сколько время? Иву. Сейчас скажу. Время 8.56. А у нас ещё 4 минуты. Мы не уложились. Мы в час не уложились. То есть у нас тренировка продлится больше. Час 10, например. Лариса, Лариса сзади идёт и говорит, опасаюсь я тебя, Юрий. А что ты опасаешься-то? Страшно мне. Пугалась. Вот наша тропинка заводит сказочный лес. Смотрите, в сказочном лесу просто так валяются паласы. Ковры? Да. А вот оборудование какое, смотри. Это светомолико что-то? Ну типа того. Хочешь подобрать? Вау! Птичка вылетела. А здесь-то посмотри, как сказочно. Люди, смотрите, здесь есть холодильники, диваны, ковры, бутылки. Да тут, блин, и клондаек. Консервные банки. Как не стыдно. Уже мусор забирают. Можно же носить. Бессовестные люди. Мы уходим из этого ада. Сказочного леса, надо сказать. Вот она деревня. Деревня, тебе я родная. Как маме добра пожелаю. Как милой любви пожелаю. Краечей деревня родная. Вот моя деревня. Короче, мы пришли в нашу деревню. Сейчас я зайду за молочком, за хлебушком и за яичками. И поем мы домой. Вот так начался наш день. Я думаю, он будет удачным, как и у вас. Так, Юрик, передаю тебе камеру, она включена. Подгляди еще. Наши верные друзья стальные. А, у меня стальной, а у Ларисы алюминиевый. Как в припрыжечку, как молоденькая козочка. А что, какие наши годы? Всего лишь 50+. Ветка сирени. Как она пахнет, вкусно нет? Ну, ничего, нормально, пойдет. Поехали. Поехали. До дома дохаживайся. Вот сейчас. Мы дома, прошло час и 12 минут, как у нас не было. Мы еще в магазин зашли. Тренировщики. Всем пока-пока, хорошего настроения. Смотрите наши ролики. Пока-пока. Ставьте лайки и пишите комментарии. На двух каналах Юрия и Лариса Ивановы Live и Два Континента Live. А это вкусное послесловие. У нас breakfast time. Завтрак у нас. У нас на завтрак блинчики. Как я и обещала, я спекла блинчики. Я их помазала внутри немножко маслом. И вот у нас что еще? Такой вот сироп и шоколад. Ты что будешь? Сироп, шоколад? Сироп. Ну, пожалуйста, открывай. И шоколад. Ух ты, круто. Ну, зачем ты так откручиваешь? Сверху открывай. Как, Юрик, вкусно? Обалденно. Я так и знала, что ты скажешь. Ну, что, теперь всем пока-пока. Всем приятного аппетита. Нам приятного аппетита. И Анастон.